Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани и обсуждаем наиболее актуальные городские вопросы и проблемы. И сегодня мы будем говорить, наверное, пожалуй, на самую актуальную тему. Это тема городских дорог. У нас в эфире заместитель главы администрации города Юрий Бабушкин. Юрий Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, городские дороги. В этом году можно отметить приятный факт, что мы выходим в эфир в первый день лета, 1 июня. Достаточно большой объем дорожных работ, ремонтных работ уже произведен. Обычно все-таки как-то летом у нас дорожники начинают, что называется, выходить со своей техникой на городские улицы. В этом году, вот уже по состоянию на сейчас, сделано немало. Ну, в первую очередь, наверное, можно будет это связать с тем, что все-таки весна в текущем году достаточно ранней. Поэтому городские службы начали раньше проводить работы по ямочному ремонту и в последующем перешли на ремонт дорог картами. В настоящий момент практически всю программу ремонта картами в городе мы, в общем-то, уже выполнили. То есть, для примера, это и Соборная улица от площади до улицы Ленина. Сама улица Ленина в районе моста. Выполнили также в районе площади Димитрова улицу вокзальную. Ну, в общем-то, перечислять все, наверное, не буду. Но уже люди замечают о том, что дороги стали несколько лучше. В весенний период применяли разные технологии и литой асфальт, и холодный асфальт, что, в общем-то, тоже показало свою эффективность. Сейчас работу проводим обычным горячим асфальтобетоном. При этом настраиваем на то, чтобы и подрядчиков, и своих работников на проведение именно качественных работ. То есть, это и качество материалов, и качество выполнения работ. В итоге, надеюсь, что стало заметно немножко в городе. Скажите, вот у городских властей есть какие-то механизмы повлиять на подрядчиков в случае, если ремонт будет произведен некачественно, имея в виду гарантийные сроки эксплуатации дороги? Конечно, все работы, которые проводятся, они прописываются с гарантийными обязательствами. Гарантийные обязательства распространяются на 4 года. Ну и, в частности, те небольшие дефекты, которые за последнее время возникали на городских дорогах, они, в общем-то, уже устранены, либо будут устранены в ближайшее время. Ну, меня вот как автомобилиста больше всего, наверное, порадовало вот в этом перечне ремонт дорог картами, то, что отремонтировали улицу Краснорядска. Действительно, центр города, очень, скажем так, проездная улица. И, ну, настолько она, как стиральная доска была, а сейчас просто любо-дорого проехать, причем как-то все очень быстро сделали. Можно только похвалить здесь городские власти и дорожных строителей. Ну, вообще, отмечу, что если так смотреть в ретроспективе, конечно же, качество дорожного полотна в ценном в Рязани, ну, мягко говоря, вызывает вопросы. Далеко не все у нас улицы в идеальном состоянии. Но, наверное, можно отметить положительную деталь, что, скажем так, ям, которые представляют угрозу автомобилю, вот таких ям, ну, практически не осталось. Где-то они еще, конечно, есть. Но, во всяком случае, когда появляются, дорожники реагируют достаточно оперативно. Да, конечно, мы стараемся реагировать на появление каких-то дефектов на дорожном покрытии как можно быстрее. Причем это касательно и ямочного ремонта, и каких-то других видов работ. Вот, в целом, конечно, при условии того, что дорогами или средства в дороги вкладывали последнее время, или, точнее, длительное время не так много, то сейчас нам достаточно сложно вывести на достойный уровень состояния дорог в городе. Тем не менее, мы стараемся максимально использовать те возможности, которые у нас есть. Ну, вы сказали о том, что программа, скажем так, по ремонту городских дорог картами практически выполнена, практически завершена. Резонный вопрос, а будет ли еще какая-то программа? Будут ли еще в этом году ремонтироваться дороги? Ну, основная программа ремонта, она, можно сказать, еще только в стадии начала. По сути, у нас будут большие проекты по ремонту улицы Циолковского, по ремонту улицы Семинарской, по ремонту зоны Солнечной улицы, улицы Колхозной. Мы как бы рассматриваем их в комплексе, потому что надеемся, что ремонт улицы Колхозной и расширение Солнечной все-таки скажут значительный эффект на пропускной способности участка дорог. Ну, не секрет, что в районе путепровода на Солнечной пропускная способность недостаточная в настоящий момент. Что касательно улицы Циолковского и улицы Семинарской, то будет проводиться комплексный ремонт. То есть, это и ремонт проезжей части, и замена бордюрного камня, ремонт тротуаров. По Семинарской планируется значительно расширить парковочную зону. Сейчас рассматривается вопрос также и с организацией платных парковок на этой улице. Я думаю, что в комплексе эти работы, они, в общем-то, дадут для пропускной способности городских магистралей хороший эффект. Насколько я понимаю, комплексный ремонт дорог – это вот то, как у нас сделали улицу Свободы. То есть, и бордюры, и тротуары, и проезжую часть. То есть, примерно так? Примерно так, да. То есть, Семинарская и Циолковская будут сделаны, что называется, просто вот любо-дорого посмотреть. Я думаю, что Семинарская будет даже значительно отличаться от того, в каком виде она находится сейчас. Поэтому давайте дождемся проведения работы, посмотрим, что получится из данного проекта. Игорь Иванович, Вы упомянули про ремонт улицы Колхозной. Еще по весне мы говорили о том, что эта улица должна стать, по сути, дублером улицы Есенина. Планируется, скажем так, сделать сквозной проезд, прорубить окно с выходом Колхозной на улицу Новая. Планы по-прежнему в силе? Да, планы в силе. То есть, сейчас мы завершаем проектные работы по данной дороге и после проведения торгов на строительные работы, я думаю, что в течение летнего строительного сезона этот проект выплатим в жизнь. Ну, опять же, из-за недалекого прошлого, экскурс такой, как у нас часто бывало, начинают делать дороги, ремонтируют, потом вдруг выясняется, что нужно отремонтировать трубы, нужно готовиться к отопительному сезону. И свежеотремонтированный асфальт вскрывают. В этом году нет опасений того, что так тоже может получиться. Вроде мы сейчас с темы дорожного строительства перескативаем на тему отопительного сезона, но тут все очень взаимосвязано. Мы постарались максимально учесть при проведении и дорожных работ, и работ, связанных с ремонтом тепловых трасс, учесть проведение гидравлических испытаний, соответственно, последующего ремонта теплотрасс, особенно под теми улицами, которые планируются у нас к проведению ремонта. То есть, чтобы ремонт теплотрасс предварял именно работы дорожного характера. В связи с чем, тот график, который мы составляли изначально, мы состыковали их или наложили на график ремонта дорог. В некоторых случаях пришлось провести корректировку, в частности, по Семинарской улице. Там сейчас уже начали работы по ремонту теплотрассы, и только по окончанию этих работ мы планируем начинать дорожные работы по дорожному полотну, чтобы в последующем не приходилось вскрывать, ну и, соответственно, портить. Ну, это очень важно. Ну, уж коль затронул тему отопительного сезона, не могу не спросить о том, собственно говоря, чего ждать горожан в плане отключения горячей воды. Лето – это вот тема как раз особенно актуальна, потому что именно летом проводятся профилактические работы, испытания. Мы привыкли к тому, что городская власть старается минимизировать эти отключения. То есть, раньше месяц был, сейчас там три недели, по-моему. В этом году как дела будут отстоять? График составлен так, что отключение горячего водоснабжения в районах города происходило не более, чем на две недели. В общем-то, весь график таким образом и выстроили. Максимум, что может получиться, это какие-то непредвиденные аварийные работы в ходе проведения, например, гидравлических испытаний, либо какие-то текущие неприятности. Ну, от этого, наверное, никто не застрахован. Но в целом график выстроен с отключением горячей воды на период не более двух недель. Ну, и сейчас вот вновь возвращаемся от отопительного сезона к теме дорожного строительства. Вот мы зашли с горячей водой, что называется, во дворы. Скажите, достаточно много за последнее время сделано работ по благоустройству дорог и, в частности, по асфальтировке дворовых территорий. В этом году есть ли какие-то планы? Конечно, работа по благоустройству, особенно по дорожному покрытию дворовых территорий и проездов во дворы будет продолжена. К сожалению, объем финансирования в текущем году несколько меньше, чем в предыдущие годы. Ну, неоднократно говорилось о том, что бюджет достаточно сложный текущего года. Тем не менее, мы постараемся подбить все те обещания, которые были обозначены в прошедшем году. То есть, у нас с прошлого года остались невыполненные 33 уже выполненных проектов. То есть, в первую очередь, мы их сейчас запустим в работу. То есть, первая партия по определению победителей. Ну, а по определению подрядчиков уже у нас состоялась. И я думаю, что в ближайшее время подрядчики выйдут на этот объем работ. Ну, из гарантированного того, что мы сделаем, еще сейчас разрабатывается 6 проектов, которые также по завершению будут запускаться в работу. Надеемся, что часть средств, которые будут закономлены при проведении конкурсных закупок, то есть, мы направим на разработку проектной документации для последующих территорий. Ну, а исполнять их, если удастся, будем в текущем году. Если не удастся, то, соответственно, это будет задел на начало следующего года, то есть, чтобы как можно быстрее начать работу по этому направлению в текущем году. Всего в Рязани, по-моему, порядка 4 тысяч дворов насчитывается. Вот есть сейчас понимание, 3 года, по-моему, у нас действует программа ремонта дворовых территорий. Сколько сделали и сколько еще предстоит? Всего сделано порядка тысячи дворов, то есть, где-то четвертая часть от всего объема. В планах как бы не останавливаться на достигнутом и постараться максимально выполнить все те необходимые требования по дворовым территориям, чтобы довести их до удовлетворительного состояния. Что касательно качества исполнения по дворовым территориям, те замечания, которые у нас поступают от жителей, особенно это начального этапа, когда выполнялись работы еще без проведения проектных работ предварительных, есть определенный ряд замечаний. Сейчас по гарантийным обязательствам подрядчики их устраняют, а в целом, в общем-то, качество работ по дворовым территориям значительно улучшилось с начала периода. Я думаю, что это в дальнейшем будет только улучшаться ситуация. На самом деле, эта программа действительно очень важна довести до конца, потому что здорово, что четверть дворов сделаны. Это, на самом деле, очень неплохая цифра, учитывая то, что у нас есть дворы, в которых 50 лет, что называется, не было видно какого-то асфальтоукладочного катка. Поэтому хотелось бы даже, несмотря на то, что в этом году темпы, скажем так, ремонтных работ во дворах немножко упадут, чтобы в следующем году они вновь вышли на прежний уровень. Будем стараться, чтобы попали максимальное количество дворовых территорий в бюджет следующего года. Как будет складываться бюджет, посмотрим. Ну что же, я благодарю вас, Юрий Владимирович, спасибо, что нашли время. И приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Мы говорили, пожалуй, на одну из самых актуальных городских тем, тему дорожного строительства, тему ремонта дорог. Нашим собеседником был заместитель главы администрации города Рязани Юрий Бабушкин. Это была программа «Лицом городу». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова